24 сентября 2020 года. Смелость поставить первую прививку от коронавируса в нашем крае берет на себя главный эпидемиолог региона Ирина Переладова. Ну вот и что, прививочная кампания открыта. Личным примером специалист официальной медицины призывает тогда еще многих сомневающихся к тому, что вакцины от ковида бояться не стоит. Наоборот, прививка поможет противостоять коварному вирусу и спасти уколовшегося и его окружение. Обещает, конечно, то, что очень быстро, да, вот как-то быстро, неожиданно, но мы говорим о том, что технология, на которой основано внедрение всех вариантов вакцин, которые сейчас официально разрешены, она разрабатывалась годами. Спутник, эпиваккарона, ковивак. Споры об эффективности этих и многих других вакцин от коронавируса не утихали долгое время. Но официальная российская и зарубежная медицина, а главное флагман вакцинации Всемирная организация здравоохранения, убеждали. Медикаменты прошли массу испытаний, осложнения сведены к минимуму. Прививки позже рекомендовали даже детям и беременным женщинам. Но вот уже после пандемии ВОЗ заявляет, побочные эффекты от вакцинации COVID-19 велики. К примеру, у многих возник тромбоз сосудов, но есть и другие. Другое тяжелое последствие – синдром Гиена-Барре или острый полирадикулоневрит. В одном из известных случаев у молодого человека сначала отнялись ноги, а потом его полностью парализовало. Алтайские эпидемиологи к таким заявлениям отнеслись скептически. Они считают, что только благодаря массовой вакцинации от короны удалось сформировать коллективный иммунитет и избежать высокого уровня смертности. К тому же есть некий регистр, который контролирует Росздравнадзор и куда вносится вся необходимая информация об осложнениях после прививки. Заключения местной комиссии подтвердить выводы ВОЗ сегодня не могут. На чаше весов стоят не только осложнения какие-то, а в первую очередь в жизни человека. И поэтому говорить, а был ли тромбоз причиной вакцинации, а потом мы выясняем, что человек был привит, тромбоз развился не на фоне прививки. А потому что человек не поставил вовремя следующие привки, просто заболел ковидом. Такие ситуации есть. И вот как синдром этот развивался на фоне заболевания, я не видела ни одного достоверного источника, который бы сегодня именно привел официальную статистику и были подтверждены именно эти исследования. Между тем, ВОЗ, больше основываясь на европейской статистике по коронавирусу, принудительную вакцину признала в итоге ошибкой и срочно пересмотрела ее практику. Теперь полностью отменили прививки для детей, а также более чем трехкратную вакцинацию. Но и в принципе она показана лишь людям из групп риска для предотвращения тяжелых форм заболевания. В новых рекомендациях ВОЗ прямо указано, поголовная вакцинация от ковида не только бессмысленна, но и вредна. Многостолетняя практика от момента изобретения вакцин, она свидетельствует, что если инфекция вакцина управляемая, предупредить ее можно только вакцинацией. Алтайские эпидемиологи считают, что соотечественникам и впредь опираться нужно на российский опыт, а он доказывает, вакцина – эффективное оружие в период эпидемии. А ВОЗ тем временем предрекает человечеству еще более опасную пандемию, чем ковид. Елена Макаренко, День с толком.